добрый вечер добрый вечер уважаемые слушатели уважаемые коллеги я рада снова всех вас видеть после наших каникул замечательных майских я надеюсь что вы прекрасно отдохнули что погода вас радует ожидаем лето уже да здравствуйте так ну что мы с вами да наталья здравствуйте мы продолжаем с вами говорить о групповой психоаналитической психотерапии или о групповом психоанализе да что в принципе одно и то же я напомню что мы с вами немножко остановились на методах до практических и теоретических методах ведения техниках до ведения группы ведущим группы вот и я решила немного остановиться и переключиться на правила работы в группе потому как очень часто на них даю ссылку много о них говорю и я думаю что будет правильно до их озвучить и немного поговорить о них даже не скажу что немного материала в принципе достаточно да вот а после правил уже мы с вами продолжим нашу теорию по методам до ведения групп также мы помним о том что до наших летних каникул мы обязательно проведем практику с вами до в рамках академии имеется ввиду я говорила о супервизии методом группового психоанализа либо разбора сновидения до желающие уже есть я каждого записала и соответственно вот когда мы дату назначим я лично всем напишу чтобы никто не пропустил это занятие да даже два занятия думаю что мы сделаем вот такие вот у нас ближайшие планы с вами да и здравствуйте да олег здравствуйте по вопросам работаем также до в процессе как того как я буду давать материал вы можете сразу по ходу задавать мне вопросы я либо сразу буду на них отвечать либо уже тогда сделаю себе screen и подготовлю тогда отдельную встречу посвященную только ответом на вопросы да если у вас они есть вот и начать я хочу с того чтобы кратко озвучить правила а потом мы начнем говорить о том что это такое зачем это нужно для чего да также с примерами и далее я планирую каждое правило разобрать более детально да это же основы основываясь на своей практике до поделиться практическими наработками и опытом потому что ту информацию которую вы можете найти в интернете или прочитать в учебниках в принципе это все у вас есть и это вы можете сделать без меня оттуда вы можете мне задавать вопросы а здесь чтобы было более интересно и практично да я буду приводить больше своего опыта практического до вот то есть давайте начнем с кратких правил да и потом уже пойдем дальше так что то я а вот что я еще хотела сказать есть такое понятие в групповом психоанализе как сеттинг до сеттинг это более это есть правило групповой терапии но это более широкие то такое более широкое понятие да туда например входит допустим набор группы соблазнения до группы скажем так то есть какие-то проведения каких-то мероприятий по набору группы туда входит первичное интервью и и так далее да то есть ряд таких совокупности вот это вот все нужно рассматривать в отдельности да поэтому этому я уделю отдельную встречу а сейчас мы поговорим просто о правилах группы до которые я озвучиваю участникам неважно там на первичном интервью либо это делается уже непосредственно в самой группе до когда мы встречаемся да только только встречаемся вот эти вот правила мы сейчас будем в ближайшее время с вами разбирать более подробно вот и второй очень важный момент касательно правил да это то что правило которое сейчас буду озвучивать они применительны только вот к методу групповая психоаналитическая психотерапия либо групповой психоанализ потому что напоминаю о том что групповых терапий существует ну очень много разных подходов и конечно же возможно там другие правила поэтому это не охватывает весь спектр работы в группах мы берем узкое направление исключительно групповой психоанализ да вот это направление далее значит я озвучиваю вам эти правила кратко так как я озвучиваю их клиентам значит первое правило это правило конфиденциальности имеется ввиду что вся та информация которую мы слышим внутри группы она должна оставаться в группе то есть ее мы никуда не выносим это касается в первую очередь конечно же других участников до которые доверяются и приходят основываясь на этом правиле конфиденциальности да то есть люди открываются и конечно же это предполагает что то что человек озвучивает в группе это должно остаться между участниками группы никуда не выходить за ее пределы но я бы здесь подчеркнула также что это правило касается в принципе тех внутренних процессов которые происходят и с каждым отдельным участником да то есть если если есть такая возможность это никуда не выносить это очень хорошо потому что таким образом быстрее идет процесс да ну вот есть у нас привычка в деталях что-то обсуждать с подругами с родственниками не знаю с мужем там сестрой еще с кем-то да вот лучше от этого воздержаться ну возможно это будет сложно сделать на начальном этапе но в любом случае это первое правило до которое очень важно придерживаться я всегда говорю о том что исключением конечно же является индивидуальная психотерапия которая очень часто идет рука об руку до с групповой терапии то есть эти два метода очень хорошо совмещаются вместе и поэтому в данном случае да конечно же вот то что касается обсуждения в личной терапии это можно выносить но опять-таки если там тоже есть правило конфиденциальности то есть получается что вы вроде бы как вы носите но с другой стороны она все равно никуда не уходит потому что это ваш личный терапевт и у вас тоже есть правило конфиденциальности да и тогда можно проговаривать какие-то свои переживания это что происходит у вас например в отношениях с другими участниками в группе это допускается но тоже важно сохранять некий баланс в том смысле чтобы это не выглядело таким образом что вы что-то не доносите до группы до виду например интенсивности переживаний несете это на индивидуальную терапию личную да там прорабатывать у вас вот этот накал спадает и до группы в это не доносите с точки зрения может быть ваши личной проработки это хорошо но с точки зрения других участников и группы в целом это не очень хороший процесс потому что но то есть это можно делать просто важно вот эти свои переживания все-таки как-то донести до группы да и озвучить что вот у меня на неделю были такие вот интенсивные переживания да допустим потому что это может быть очень интересно и важно для других участников вот то есть первое правило это правило конфиденциальности второе правило это правило что все участники внутри группы должны быть обязательно незнакомы друг с другом в обычной жизни то есть когда мы приходим на группу мы смотрим на людей да и если вдруг мы видим знакомое лицо то соответственно очень важно об этом сказать потому что это запрещено да то есть знакомые не могут находиться в одной группе также сюда можно отнести случай допустим когда есть какие-то общие знакомые то есть вот вы знаете что допустим личного этого человека не знаете но у вас там есть какие-то очень близкие вот ну между вами знакомые скажем тогда вот этот момент он не является напрямую противопоказания вот но это подлежит обсуждению обязательно в группе раз между участниками вот этим вот в кавычках знакомых да или как это назвать гипотетических знакомых до возможных и дальше очень важно прислушаться к себе насколько это будет для вас посильным то есть если вы понимаете что это будет являться для вас таким знаком стоп ну то есть вы не сможете открываться в этой группе потому что у вас появится какая-то тревога что если а вдруг там через этих общих знакомых вот кто-то что-то узнает и так далее то есть если это будет дискомфортом то тогда тоже лучше выйти из этой группы ну кто выйдет обычно определяется скажем так кто первый пришел там допустим на первое интервью кто первый обратился от кого была первая заявка да ведущий знает это соответственно кто первый тот остается соответственно второй выходит либо это подлежит какой-то договоренности например там кто-то говорит мне окей кто-то значит далее также запрещено участникам группы общаться между собой в обычной жизни да вот все контакты в обычной жизни они запрещены имеется ввиду на период участия в группе то есть там знаю вот два года мы работаем или пять лет мы работаем или группа бывают пожизненные да то есть вот пока мы находимся вместе в одной группе понятное дело что мы сближаемся в этой группе мы можем испытывать друг другу очень теплые чувства мы можем в ком-то почувствовать очень близкого друга или подругу может быть даже возникнут возникнуть влюбленность да если это мужчина и женщина вот соответственно в таких случаях мы помним о том что есть правило что это запрещено общаться на момент вашего участия в группе то есть если это желание становится непреодолимым да и вам очень важно начать сообщение за пределами группы то соответственно группе это нужно озвучить а дальше кто-то один уходит либо два участника уходит то есть это запрещено а когда вы группа заканчивается либо вы выходите из этой группы то тогда конечно же это правило уже не распространяется и после групповой терапии после того как вы вышли из группы вы можете спокойно дружить общаться и так далее да уже что хотите то и делаете но на момент участия в группе это запрещено связано это с тем что но будет опять таки сложно открываться потому что если у вас появятся какие-то дружеские связи на стороне то соответственно вы не сможете давать честную объективную обратную связь без цензуры до относительно своих переживаний чувств к человеку потому что у вас появится вот это вот поглядка назад да то есть ну как я сейчас здесь скажу если мы там с тобой общаемся это невозможно это будет мешать процессу и получается что тут уже какие другие цели появляются да поэтому вот есть такое правило помним об этом далее значит следующее правило это сам по себе метод до групповой работы он озвучивается таким образом что это вербальный метод то есть мы говорим это метод свободных ассоциаций то есть мы говорим абсолютно вот все что приходит нам в голову а любые наши мысли чувства и фантазии все то же самое что в индивидуальной терапии только здесь за счет того что очень много участников это носит такой характер свободно плавающей дискуссии да то есть у нас нет никаких заданных тем у нас нет никаких правил допустим что каждый по пять минут говорит или какая-то очередность вот кто когда говорит или допустим что мы его должны говорить только на одну тему или быть в контексте какой-то темы нет абсолютно нет вот это может показаться сложным на первых порах да но чем дальше тем больше становится понятно что абсолютно любые мысли чувства и фантазии которые возникают в потоке до групповой динамики они как раз таки являются очень большой ценностью хотя отдельному участнику может казаться что я вообще вне контексте то что мне пришло сейчас в голову это вообще не в тему это вообще не важно не нужно это и абсолютно незначимо да там допустим люди такую серьезную проблему сейчас обсуждают а я буду тут с какими-то своими мелочами да вот это все надо отбросить потому что вот эту вот работу уже делает ведущей группы да то есть он собирает вот все что он слышит до в группе уже в какую-то общую картину это знаете как легко сравнить со сном то есть вот когда сон снится он абсолютно аллогичен да то есть там все что угодно может происходить вот и здесь тоже самое то есть мы не должны придерживаться какой-то логики да вот если идет какой-то эмоциональный отклик или вот на чей-то рассказ что-то у кого-то вспомнилось соответственно это важно озвучивать почему потому что как раз таки это является очень ценным так как допустим когда мы имеем дело с какой-то ситуации сложной да и вот так вот в лоб не понять о чем это да то есть сложно как-то но когда после вот формате именно групповой динамики становится очень многое понятно то есть вот тут озвучилась какая-то история она это рассказывается история вообще с другой серии да и как правило вот это вот из другой серии история очень хорошо нам как зеркало показывает про что была первая история и тогда становится понятно то есть вот ну это видят ведущий как правило до участники этого не видят он может это соединить и понять а понятно про что тогда там было да а еще когда он смотрит на реакцию группы например в этот момент тоже какой здесь хочется вам сразу пример пример привести потом же я забуду ну давайте такой пример вам приведу это то что я помню на самом деле их очень много да вот я просто сейчас все конечно не вспомню но они прям каскадом идут как правило вот одну историю я запомнила потому что она была эмоционально показательно в связи с тем что там участник ушел из группы который в группе но женщина почти год до то есть достаточно долго и она покинула группу в общем там произошла такая ситуация что одна из участниц которые впоследствии покинула группу она ну все время претендовала она пыталась занять паузы которые возникали в процессе групповой работы да ну вообще сама по себе пауза это очень хорошо паузу можно пора подумать поразмышлять побыть почувствовать пережить что-то кому-то можно вклиниться тот кто давно молчит и не может вклиниться да то есть это очень такой полезный полезное время в групповых процессах но очень часто мы наблюдаем такие группы где пауз нет и нет их интересно не потому что всегда кто-то да нет а потому что как правило есть кто-то один в группе до который пытается всегда не пытается а делает это всегда как только возникает пауза этот человек сразу туда ныряет то есть он начинает собой своими историями своими переживаниями или какими-то своими вопросами или советами в общем он вообще не дает возможности этой паузе быть в группе и и вот это было как раз та участница я конечно я и говорила о том что ну будьте осторожны в этом месте потому что ну это время отца да и вы как-то вот все время туда претендуете на это место и в какой-то момент вот да получается через год в общем группа и нормально 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 на это реагировала и в какой-то момент групповая динамика среагировала таким образом что на нее направилась групповая агрессия да что вполне логично потому что нормально когда групповая агрессия направляется в сторону ведущего это нормальный процесс здоровый да но когда есть кто-то кто говорит что ведущий здесь я а не ты то группа бессознательно это начинает считывать его как за такого внутреннего лидера да и в какой-то момент когда накапливается достаточное количество агрессии вместо того чтобы ее направить на ведущего потому что ну на ведущего просто страшнее да тоже бессознательно она автоматом направляет это вот на того участника кто собственно говоря и говорил о том что я здесь скрытый лидер вот и конечно же в этой ситуации но крайне неудобно находиться но невыносимо до когда ты один против всей группы ну дальше дальше я не буду рассказывать в общем я вмешалась сейчас суть не в этом да в общем вот была вот такая вот динамика и следом была история прям даже в эту же сессию до была озвучена история абсолютно не по этой теме вот которая хорошо иллюстрировала по сути как бы то что происходило какая-то другая участница через какое-то время на этой же сессии озвучивает воспоминания она говорит я не знаю почему но вот я вот тут вспомнила такую ситуацию значит и рассказывает что когда она была маленькая не помню сколько ей было лет но маленькой может быть там года три или два но в общем она это помнит хорошо этот момент и у нее были какие-то болезненные состояния с ногами и видимо врачи прописали вот когда ножки нужно привязывать каким-то образом специальным привязывать или каким-то вот палкам да вот детям привязывают в общем туго привязывать и либо просто каким-то образом связать в общем она горит я помню что мама ее уложила спать очень туго связала ей вот эти ноги по показаниям до врача и выключила свет и значит ушла то есть спокойной ночи в общем да вот может быть ей даже и побольше было время но лет я имею ввиду она так сильно ее это ранило вот эта ситуация что она это запомнила на всю жизнь и она говорит что это была та точка в которой она лишилась матери но вы в эмоциональном плане да вот такой была такая сильная обида на нее что она не смогла и этого простить в тот момент и и у нее были очень хорошие отношения с отцом да то есть отец оказался тем кто ее поддержал вот но поддержал не с позиции там в этой конкретной ситуации а вообще выстраивал в тот момент скажем так период времени может быть с ней очень близкие отношения как с дочерью в обход матери ну то есть получается что с мамой у него отношения не складывались вообще никак ну то есть они там на ругались или что-то может молчанку играли да то есть плохие были отношения между отцом и матерью но отец взял линию значит вот быть в хороших отношениях с дочерью но жили они вместе еще на тот момент и получается что когда мать оказывая ну она же здоровьем ребенка занималась она же не просто его избила дали там как-то наказал он соответственно вместо того чтобы он как бы мог ее поддержать но при этом важно было и не портить образ матери в глазах дочки да вот в этой ситуации а наверно объяснить то есть чтобы вот не давать не доводить до такой ситуации когда ребенок лишается матери эмоционально да вот в этой вот обиде а тут вот есть такой папа который хороший да вот какая там была модель и она говорит а дальше прошло еще несколько лет она выросла и говорит и когда отец мой начал бить избивать мать а потом горит через какое-то время он избил и меня ну и видимо начал избивать и и да то горит я лишилась отца то есть таким образом она осталась сиротой но в эмоциональном психологическом да вот своем плане в своих переживаниях то есть ну такой показан элемент входа в абьюз до когда отец в обход матери строит отношения с ребенком не показывая при этом ценность матери и не строй отношений с матерью не выстраивая их да то есть по сути лишая ребенка матери до способствуя этому а потом ну и и лишает как бы себя в принципе даже плохо когда один родитель остается до у ребенка опять-таки в эмоциональном плане я имею ввиду близки такой это плохо потому что ребенок в этом месте лишается альтернативного мнения да то есть это уже дяды получается нету тряды а мы всегда говорим о том что для нас крайне важно отряда когда есть трое да то есть мама папа и ребенок и на психологическом уровне тоже и неважно там допустим тут вопрос не о том что они живут вместе ли не живут здесь речь идет об отношениях то то есть вот ну о таких экологичных здоровых психологических отношениях между да вот вот этой триады вот здесь это было нарушено и соответственно когда она озвучила эту историю как бы на группе вслед за тем что разыгралась на этой группе да вот с этой участницей которая ушла потом до ушла на почему потому что она мне говорит что вот ты сейчас ведешь себя как мой бывший муж да то есть ты говоришь со мной таким же мне ведущий до говоришь со мной таким же тоном претензии мне предъявляешь и так далее да ну то есть я как отцовская фигура для этой участницы для дочки оказалась вот как раз таки вне этой модели то есть в этой модели получается отец себя как павел он соединился с дочерью до в обход матери то есть мать плохая я хороший ребенок хорошим и с тобой вдвоем и вместе а я повелась а по-другому то есть я и стала объяснять почему так происходит но при этом я убрала с нее вот эту агрессию групповую да я прекратила этот процесс и дальше объяснила почему так произошло то есть другими словами я себя повела по-другому не так как для нее было привычным а для нее тоже было привычным это же модель которая вот была потом озвучена на примере совершенно вот это другой истории другой участницы да она тоже была папина дочка и тоже часто рассказывала о том как ее папа любил и так далее но с учетом того что в момент когда все это разыгралась на группе получается было озвучено вот как декорация вот эта другая история мне как ведущей стало понятно о чем это вот и это я вам пример привела как совершенно посторонняя казалось бы история которая не имеет отношения вот к тому что сейчас происходит в группе иллюстрирует на самом деле то что происходит сейчас в группе и вы можете это понять на примере совершенно других историй вот это я к чему к тому что нету здесь что-то значимое что-то незначимое да мы говорим абсолютно обо всем что приходит нам в голову если идет какой-то вот вот поток какой-то пошел до его очень важно озвучить на группе так сейчас я посмотрю если какие-то вопросы по ходу дальше продолжу озвучивать вам правила наши так пока я не вижу вопросов до вопросов пока нету двигаемся дальше так значит метода у нас с вами свободных ассоциаций это я вам озвучила так дальше значит у нас есть правило запрет на действие на группе запрет на действие что это означает это означает что любые действия в процессе групповой встречи они запрещены то есть нельзя ничего абсолютно делать нельзя пить нельзя там курить нельзя ходить нельзя ехать нельзя рисовать нельзя ничего записывать нельзя выключаться выходить из группы да там выключать видео тоже нельзя в общем все что касается любых действий там лазить в телефоне там, не знаю, играть на гитаре и читать стихи какие-то откуда-то, да, все вот это вот запрещено. Почему? Потому что, еще раз, наш метод работы вербальный, мы учимся говорить, но не делать, потому что все, что делается, это является отреагированием. Отреагирование это то, что мы не можем пережить психически, да, это то, что нам так не нравится в нашей реальности, это как правило является нашими запросами на психотерапию. То есть это что-то, что происходит с нами в реальности, что мы хотим изменить. Вот, это является отреагированием, да, то есть вот даже тибетские монахи, они говорят так, что все, что мы можем пережить психически, никогда с нами не случится в реальности, да. Вот, поэтому мы учимся не отреагировать на группе. и это, вообще, правила очень часто нарушаются, да, поэтому вот, видимо, придется как-то возвращаться к нему периодически. Далее, есть правила не отреагирования, которые касаются каких-то кардинальных решений в жизни человека, участника, да. Вот, то есть, о чем речь идет? Речь о том, что если вы находитесь в рамках групповой психотерапии, и вдруг, в какой-то момент, вот вы раз, утром проснулись, и решили вот принять какое-то очень важное для себя кардинальное решение в жизни. И решили, что вам надо это сделать прямо сегодня, или вот край прямо завтра. И это решение, оно повлечет за собой какие-то серьезные последствия вашей жизни. Ну, например, я не знаю, развод, уйти с работы, уволиться, допустим, да, уйти из группы тоже, вот сюда же относится, на поздних этапах, да, то есть, вот не в течение первых десяти встреч, а все, что дальше, да, вот это уже кардинальные какие-то решения. Не знаю, переезд куда-то в другую страну. И если это не форс-мажор, конечно же, да, потому что на фоне последних событий я уже делаю эту оговорку, потому что, ну, в моем опыте, конечно, такого опыта не было. Я имею в виду мировых событий. Поэтому мы говорим больше про мирное время, да, и, ну, про что-то такое, что не является форс-мажором. Тут вот, ну, не надо путать, да. То есть мы говорим о кардинальных решениях, да, но о таких, которых, в принципе, ничего не случится, если вы три недели, ну, примете его не сейчас, не завтра, а через три недели. Вот каких решений это правило касается, да. Вот. То есть вот здесь вот у нас оно звучит так, что если вы хотите принять какое-то кардинальное решение, вы берете паузу в течение, ну, минимум три недели. Три недели — это критический, экологически безопасный минимум. И, в принципе, наверное, можно даже это озвучить на группе, просто вам будет легче. Тут смысл в чем? Что так как мы находимся в рамках групповой динамики, а группа, она очень мощная, да, это не просто, когда два человека между собой работают в индивидуальной терапии. Соответственно, здесь интенсивность чувств, она может быть очень сильная. И это может быть групповой динамикой. Это не значит, очень многие путают, говорят, что я тут сижу и работаю контейнером для остальных, да. Нет, это не так. Тут нет понятия остальных, да. Группа, она единый организм, и вы являетесь ее частью. То есть там нет ничего случайного. И да, действительно, группа, она распределяет вот эту нагрузку эмоциональную, а распределяет, да. То есть, например, злиться за всех можешь ты, стыдиться за всех может другой участник, чувствовать вину третий участник, заниматься отреагированием четвертый участник, вводить какую-то пассивную агрессию, проявлять пятый участник. Вот так это работает. Это не значит, что если тебя назначили вот это чувство переживать, то ты все пять лет будешь в этом чувстве. Нет, но это в большей степени, скажем так, зависит зависит и от вашей структуры личности, от ваших внутренних, где у вас тонко, да, и, ну вот, от внутренней проработки, скажем так. Но тяжело каждому по-своему. И если участник прорабатывает то, что ему группа делегировала, да, проходит через эти сложности, то проработав это, он как бы прорабатывает это для всех сразу. то есть вот эти плоды, они распространяются на всю группу и, соответственно, также и по другим участникам. То есть вам не нужно все прорабатывать самому. То есть это будет распределено между участниками. Каждый будет работать над чем-то своим, да, и проработав это, его проработка будет доставаться вам, да. Там другое что-то проработал, тоже вам будет доставаться. То есть плоды мы все себе собираем, но и работаем тоже как бы на всю группу в контексте какой-то определенной задачи. Вот. И поэтому, если это групповая динамика, да, то тогда вы же можете захотеть принять кардинальное решение просто на волне интенсивности вот этих чувств, да, переживаний. Бывает, что вот еще там вечером спать ложилась, все нормально было, легла и что-то там через два часа так торкнула, что все, прямо сейчас надо там подать заявление на развод группы. Говори, прям ночью там сидишь, подаешь. Ну вот этого нельзя отпускать. То есть, почему? Потому что если это групповая динамика, то через три недели, соответственно, вас попустят, да, потому что группа же, она же тоже помогает вам это утилизировать, да, и вы... А если вы еще и поделитесь этим, то есть расскажете это группе, что с вами происходит, то вы еще и разделите свои переживания с другими участниками, и тогда переживать будете не только вы, но и вся группа в целом будет это переживать. И тогда быстрее она это утилизирует и проживет. Вот. Поэтому три недели это гигиенический минимум. Соответственно, через три недели, если вы чувствуете, что в принципе ничего не поменялось для вас, вы также собираетесь это сделать, ну, пожалуйста, можете это делать. Делайте. Но не в первый день, да, не в первую неделю, даже две. Вот три недели это минимум. Вот. А там уже в зависимости от каких-то обсуждений внутри группы, если появится какая-то осознанность относительно тех процессов, которые с вами происходят, да, вы можете этот этап увеличивать, да, и смотреть, как. Ну, например, пример такой, что, допустим, если человек хочет покинуть группу и его за три недели не отпустило, он все так же хочет ее покинуть. Но при этом за эти три недели он это озвучил, мы это разобрали, и он уже понимает осознанно понимает, про что это для него. Он понимает, зачем ему это нужно проработать, он понимает, почему ему так сложно и почему три недели недостаточно, потому что накопилось много, да, и что ему просто нужно чуть больше времени. И если он это понимает, то на этой осознанности он может продержаться и дольше. То есть если взять конкретно такой пример с выходом из группы, то я вам уже говорила о том, что в моей практике был случай, когда девушка три месяца боролась. Ну не то чтобы боролась, просто ей было сложно с этими внутренними чувствами. То есть она хотела покинуть группу. И напомню, это был случай, когда девушка пришла с такой формулировкой изначально в группу, что она с мужчинами только год отношения может строить. А через год она делает все для того, чтобы его не стало в ее жизни под любым предлогом. Она говорит, я не знаю, что это такое. Ну то есть все было прекрасно, любовь, морковь, год замечательно, все замечательно. Это не так, что я разочаровалась в человеке. Нет, просто вот что-то происходит через год, что дальше я увидеть не хочу. Все, я не могу построить отношения. Соответственно, когда в группе прошел вот этот год, естественно, ее накрыло. И вот она держалась три месяца. Три месяца ей было очень тяжело. То есть ей три недели не помогли. Но она выдержала на осознанности, потому что мы это проговаривали. Она понимала, про что это и зачем ей это нужно выдержать. Ну то есть я ей объяснила, что, конечно же, это было связано с ее личной историей. Сейчас я, к сожалению, уже ее не вспомню в деталях. Но я даже помню, что мы с ней проводили индивидуальную встречу в рамках группы. Я ей прям подробно объясняла. И после этого до нее дошло, и она просто волевыми усилиями... Я ей говорила о том, что ты держись, потому что группа, она это утилизирует. Тебя отпустят, но не знают через какое время. Вот у нее три месяца ушло. Потом все нормально. И она закончила двухлетний цикл. То есть она завершила группу полноценно. Все, и она не отреагировала. Вот в чем проработка заключается. То есть когда появляется отреагирование, сразу же моментально схлопывается пространство для переживаний. То есть в том месте, где мы отреагируем, мы не можем это пережить. А если мы не можем это пережить, это значит, что наша цель терапии провалилась. То есть мы приходим сюда не для того, чтобы реагировать. Мы приходим сюда для того, чтобы это пережить и утилизировать. Потому что чувства, они имеют природу заканчиваться, но в одном случае, если мы это проживаем, да, то есть не защищаемся различными психологическими защитами, не консервируем эти чувства, да, в ящичек Пандоры или скелет в шкафу, да, вот. Мы как бы это все дело распаковываем, и при помощи ресурсов группы очень мощных мы это вместе проживаем и утилизируем. Вот в этом заключается наша цель. И она, как эта овчинка, стоит выделки, да, то есть три месяца мучений, но зато все утилизировали, и потом она спокойно завершила свой анализ. Так, значит, это мы говорили про кардинальное решение, да, это тоже правило не отреагирования у нас называется, но только вот в контексте немножко других вещей. Далее, значит, что еще? Ну, понятное дело, что мы всегда встречаемся в один и тот же день, в одно и то же время, начинаем вовремя, заканчиваем вовремя, да, все пропуски в группе обязательно оплачиваются, потому что это не индивидуальная терапия, мы не можем подстроиться под каждого, да, нам нужно обязательно очень жесткие рамки. Ну, за счет того, что групповая терапия, она финансово намного экономичнее, да, чем индивидуальная терапия, поэтому это не так обидно бывает. Хотя, в принципе, из опыта могу сказать, что чаще всего в 90% случаев участники даже в отпуске находят эти полтора часа в неделю для того, чтобы онлайн, мы же онлайн работаем, да, есть еще шаттловые методы, да, но об этом мы поговорим, очные, да, шаттловые методы. Вот, но это другая история, ну, в общем-то, это все про одно и то же, просто формат немножечко, да, другой, вот, а если онлайн, то, соответственно, можно в отпуске выйти, тем более, что всегда все ждут группу. Далее. И с оплатой всех пропусков, вот. Это правило распространяется на группы, ну, скажем так, закрытого типа, да. Как оно работает в пожизненных группах, наверное, его нет, потому что вот у меня не было опыта ведения пожизненных групп, там все-таки они медленно полуоткрытые такие, да, то есть, ну, там один уходит, другой приходит, вот это, вот это, вот. И, соответственно, там, там я уверена, что нет такого правила. Но если у нас группа заточена на определенный промежуток времени, например, год или два или пять, ну, пять нет, у нас, у нас есть два и три, да. Ну, вы можете начать, допустим, с года, год, два, потом там на три или можете все время по году продлевать, допустим, да. Но в любом случае вот этот период есть какое-то окончание, то вот если прям в эту группу вернуться, то с оплатой пропусков. Почему? Потому что она становится закрытой в какой-то момент, да, то есть мы туда не принимаем новых участников, и это тоже является правилом, да. То есть мы говорим о том, что вот сейчас группа собралась, мы начали работать, мы стартовали, и дальше мы говорим, допустим, что группа закроется через полгода с момента ее старта. Почему через полгода? Потому что помним о том, что будет отсев, мы не можем ее сразу закрыть, потому что если вы ее сразу закроете, то потом же вы ее не сможете открыть, да. Это же правило, все, группа закрыта там на два года, она закрыта. И если начнут отваливаться люди, то там, не знаю, группа рискует стать из большой группы, где было десять участников, маленькую, где будет пять. И вы, как ведущий, можете быть очень неудовлетворены этим в какой-то момент, вам будет не нравиться, вам будет казаться, что она слабая, она не тянет, динамика слабая, буксуем бесконечно, да, то есть вы будете чувствовать, что ресурсы не хватает. Одеться уже некуда будет, потому что вы ее закрыли, а нарушать правила, ну, как бы, тоже не есть хорошо, да. Вот, поэтому мы держим полгода, потому что, ну, за эти полгода те, кто отвалятся, они уже отвалятся, отсеются, да, потому что отсев происходит всегда в течение первых десяти занятий, потом уже нет отсевов, потом происходит на более поздних сроках, как я вам говорила, очень маленький, ну, там один участник может уйти, и то это будет являться его личное, ну, сопротивление, которое он не захочет преодолевать по каким-либо своим причинам, потому что, как я говорила, если возникает такое желание на поздних сроках, это всегда идет речь про травму, всегда. И, ну, либо мы ее прорабатываем, да, либо мы делаем несколько подходов, я приводила здесь свой пример, да, что я тоже, когда была участницей группы пятилетней, тоже попала в свою травму, я вышла из группы на, получается, четвертый год я пропустила. Это был шатлевый метод, то есть я пропустила четыре занятия, да, четыре встречи, вот, и потом я оплатила все пропуски, вернулась обратно, и, соответственно, уже дошла до конца со своей группой. Но когда я это проанализировала, я поняла, что я попала в свою травму, и я ее не смогла тогда, ну, для меня было вот так лучше. Кстати говоря, сейчас тоже поделюсь радостной новостью, наконец-таки я себе нашла тоже группу, спустя столько лет, вот, с июня я иду теперь тоже в группу как участница. Мне просто сложно это было сделать, потому что у меня очень много пересечений с коллегами, я не могу пойти к коллегам. Мой личный анализ групповой, пятилетний, он был уже достаточно давно, и уже за столько лет у меня просто запрос накопился на группу, да, и я хочу вот поработать. Соответственно, вот, наконец-таки появилась группа, которая мне подходит с моим интенсивным графиком, да, по времени подходит, я смогла ее вписать в расписание, и там нет пересечений с моими коллегами, да, то есть ведущие – это не мои коллеги, а, ну, совершенно посторонние новые люди, поэтому вот радостная у меня новость, я радуюсь очень. Ну, я радуюсь, потому что у меня уже был этот опыт, я знаю, насколько мощно и круто работает группа, поэтому вот, делюсь. Так, значит, это я вам про возвращение рассказала, и, ну, понятно, что участие в группе предполагает регулярное посещение, регулярную оплату, да, информированное согласие, ответственное соблюдение данных правил, да, еще здесь возраст участников от 21 года, да, это потому что, ну, это группа для взрослых, да, это группа не для подростков, скажем так, вот. Вот, так, сейчас я посмотрю, ничего ли я не пропустила. Ну, желательно, можно так сказать, доверие, продуктивное общение, корректность и все факторы, необходимые для искренности отношений. Ну, да, это тоже желательно озвучивать и как-то заранее, ну, это уже важно проговаривать на этапе первого собеседования или интервью с потенциальными кандидатами, да, на участники в групповую терапию, тут очень важно смотреть в мотивы, да, потому что если, допустим, так как я, например, веду сертификационные группы для групповых аналитиков, то, понятное дело, что у меня очень много психологов находится в группах терапевтических, да, и, соответственно, очень часто там бывает запрос, ну, такой, то есть человек идет за сертификацией, но у него нет внутреннего запроса на личную проработку в группе, потому что, например, он находится уже давным-давно в индивидуальной терапии, и он уже там все прорабатывает, ему там все нравится, и у него, ну, вот не созрело ничего, да, и вот такие люди, они могут вносить, ну, такое сопротивление, да, быть рупором группового сопротивления, то есть он может очень хорошо принимать участие в контексте, как это, будучи психологом, да, для других участников в группе, но при этом абсолютно не раскрываясь самостоятельно, потому что искренне будет думать, что, а зачем мне это нужно, я весь такой проработанный, перепроработанный, и поэтому вот-вот, но на самом деле это завуалированная форма психологического сопротивления очень глубокого, да, и об этом важно говорить, то есть что все-таки участие в группе предполагает, что вы будете открываться, а не просто все пять лет сидеть, молчать, демонстрировать пассивную агрессию в группе, да, вот это важно проговаривать, вот, все, ну, и тут еще такой момент я добавила, это то, что ведущий может менять правила или вводить новые на свое усмотрение, обычно я это не проговариваю, но вам, я не проговариваю это участникам, вот, но вам говорю, так как вы не участники, вы люди, которые обучаются, да, соответственно, как будущие ведущие своих групп или уже текущие ведущие группы должны знать о том, что, в общем-то, когда мы озвучиваем правила, это не означает, что ведущий становится заложником собственных правил, нет, конечно же, ведущий, он является олицетворением этих правил, то есть он и есть эти правила, и если ведущий чувствует, что пришло время, не знаю, там, правила менять или группу закрывать или еще что-то делать, да, то он это может спокойно делать, потому что это его группа, это его группа, и я очень часто с этим сталкивалась, конечно же, когда, допустим, я говорю о том, что мы повышаем стоимость в процессе, да, ну, очень много, очень много агрессии возникает и вообще всего остального, вот, и основная претензия звучит таким образом, что почему тогда вы это нам не озвучили, вот, но я не озвучиваю, потому что для меня это является еще одним инструментом, в принципе, взаимодействия с группой, ну, например, если мне надо их разозлить, да, или еще что-то там, какие-то процессы, да, то я могу это делать, но, естественно, естественно, если вы четко осознаете мотивы собственные, если вы знаете, зачем вы это делаете, а не просто вы это делаете, потому что не знаю почему, да, ну, так нет, и когда вы можете объяснить группе, понятное дело, что они все равно с этим не согласятся, они вам все равно будут рассказывать, что как это так, зачем я вообще сижу в этой группе, я не знаю, там, 4 года, если я-то думал, что правила, они для всех одинаковы, а тут выясняется, что ведущий может просто вот так взять и правила нарушить, то есть они видят в этом нарушение правил, и они называют это отсутствием безопасности в группе и так далее, не осознавая, не понимая, что вы и есть эта рамка, да, но тут надо делать скидку на то, что не надо в данном случае давить на них интеллектуально, да, и защищаться как-то рационально, тут достаточно того, что вы для себя знаете, зачем вы это делаете, и вы можете им это объяснить, пусть даже это не будет принято, но вы не то, что можете, вы объясняете, да, дальше, ну, не слышат, не слышат, и просто работаете уже с теми вот чувствами, да, которые у них поднимаются, работаете с этим, они пытаетесь защищаться от этого рационально каким-то образом, да, вот, потому что участники, помним о том, что они находятся в глубоком регрессе в процессе группового психоанализа, в групповой терапии, и, конечно же, многие вещи, они в процессе и не поймут, вот, и до них какие-то моменты будут доходить уже потом, спустя годы, когда они будут оглядываться назад, вот, это нормально, поэтому это такое правило больше для вас, чтобы вы понимали, что не нужно стремиться бояться что-то менять, если вы чувствуете, что уже пора, и знаете почему и зачем вам это нужно, так, сейчас я проверяю вопросы, они появились, поздравляю вас с группой, да, спасибо, я вообще, представляете, я два года, ну, ищу, жду, это вот я вам почему говорю о том, что давайте скорее обучайтесь, становитесь тоже групповыми аналитиками, потому что, ну, конкуренции нет вообще на рынке, и вот я два года не могла себе найти группу, потому что, ну, те группы, которые есть, я их всех знаю, коллег моих, я не могу к ним пойти, вот, а те, кого не знаю, группы открывают, конечно же, но это очень единичные случаи, прям, ну, такой вот массовости нету, да, на рынке, и они, как правило, быстро закрываются, и все, вот я сейчас в которую группу иду, там уже нет мест, я когда о ней узнала, там оставалось два места, и она, ну, пожизненная, соответственно, туда, я даже не знаю, уже, ну, все, невозможно попасть даже. Так, я не вижу вопросов, все, вопросов я не вижу, значит, будем двигаться дальше, у нас есть еще немного времени, поэтому, вот, правила, краткие правила, я вам озвучила, если вот сейчас быстренько какие-то есть вопросы по ним, можете мне задать, если нет, то я тогда потихонечку пойду дальше, буду вам рассказывать теперь вообще, что такое вот эти вот правила, да, и, в принципе, зачем они нам нужны, как они работают. Очень интересно. Да, Наталья, ну, вы, вы все знаете, вы уже в группе. Я немножко подожду, может быть, будут какие-то вопросы сейчас, потому что я озвучил. Тогда потихонечку буду продолжать, да, если появятся, отвечу. Помним, значит, о том, что вот эти вот рамки, так называемые, или правила, они нам позволяют наблюдать бессознательные процессы. То есть, речь идет именно о глубокой психоаналитической психотерапии или о групповом психоанализе, да. Это не консультативная психология, это не поддерживающая группа, это никакая не тематическая группа, это не клуб анонимных алкоголиков, да, и так далее. Это немножко другие процессы, да, отлично. И, соответственно, без вот этих вот правил мы с вами не можем запустить вот эту вот динамику бессознательную, да, которая нам так необходима, потому что это именно то, что находится вне осознанности. Потому что то, что мы осознаем, да, мы уже осознаем, все, уже как бы все понятно. Но бывает так, что все понятно, а что-то как-то не работает все равно, да. И вот, чтобы понять, почему не работает с учетом того, что все понятно, особенно очень часто как раз-таки это касается психологов, потому что психологи люди проработаны. Особенно с теоретической, да, вот точки зрения, все знают уже, все знают, но, как бы, как сказать, в жизни тоже есть свои трудности, да. Вот то, что понимаем, но не получается сделать, да, это всегда лежит в области бессознательного, вот. И туда надо посмотреть. Чтобы смотреть, нужны вот эти рамки, это раз. Во-вторых, рамки это то, что запускает регресс, так называемый, да. То есть вот это задает глубину, да, на которую мы погружаемся для того, чтобы вернуться в ту точку, где произошла фиксация или психологическая травма. И посмотреть, что там произошло. И вернуть это в область осознанного, да, осознанности. Как вот на примере той истории, которую вот сегодня мы разбирали, да, с клиенткой, которая, к сожалению, ушла из группы. То есть, ну, она ушла, потому что она не захотела узнать, а что происходит, да. А если бы захотела, то узнала бы, что это было, что разыгралось, почему это так выглядело, да. Она ушла с незнанием этой ситуации для себя. Почему? Потому что эмоционально было сложно и неохота была туда заглядывать, да. Вот. И, соответственно, второй момент. Нам еще нужно это все дело пережить, да. А для того, чтобы пережить, тоже нужны рамки. То есть в этом смысле рамки, они выполняют так называемую терапевтическую функцию. То есть рамки сами по себе или вот эти правила, они являются терапевтическими. Значит, по-другому это можно сказать так, что без рамки лечить невозможно. Ну, например, есть клиенты, которые приходят с такой остановкой. Здравствуйте, можно, вот мы с вами поработаем, но только вот не на регулярной основе, да, а вот когда мне это нужно будет по требованию. Я тогда спрашиваю аккуратно запрос человека, и когда я слышу запрос, я объясняю ему о том, что, ну, ваш запрос нельзя удовлетворить путем консультации, а вы хотите консультацию. Ну, то есть вы хотите просто что-то осознать, да. Но что мы можем осознать в контексте отсутствия рамок? Мы можем осознать только то, что вы мне будете рассказывать. Все, вот что вы мне рассказали, я там посмотрела в учебник, теоретически там могу что-то сказать на эту тему. Но что происходит на самом деле, да, мы же знаем, что человек приходит на поверхности с одним запросом, а где-то в глубине у него совершенно другой бессознательный запрос, да, как правило. И в процессе терапии мы до него докапываемся и начинаем уже удовлетворять не прямой запрос клиента, да, ну, работать не на прямой запрос, а на тот, с которым он вообще на самом деле пришел к тебе, да. Так вот, в формате консультации невозможно дойти до реального запроса, да, потому что мы не можем наблюдать еще раз бессознательные процессы, потому что на сегодняшний день существует масса техник психологических, терапевтических, но помним о том, что с бессознательными процессами работает только психоаналитическая терапия или психоанализ. Это его отличие от всех других подходов. То есть, если вы хотите на уровне осознанности работать, то это в другую сторону, да, а если вы хотите посмотреть, что у вас в бессознательном происходит, тогда нужны рамки, вот. С этой точки зрения они являются инструментом лечения, да, вот. Это первое. И второе. Получается, что без рамок мы не можем войти в триаду, да, в триаду. Триада папа, мама и ребенок, да, почему? Переводила вам пример с кофеваркой, по-моему, да. Вот пришла кофеварка новая, купили, она разобранная по запчастям. То есть, все запчасти на месте, они все рабочие, они вообще новые, просто идеально, все супер, но она не будет рабочей до тех пор, пока мы ее, что, не соберем в целое. А что такое целое? Целое – это всегда триада. То есть, мама, папа, ребенок. Почему? Потому что вот эту работу, ну, как бы в целое, ну, клей, да, вот, как бы, да, собрать, склеить. То есть, клей в отношениях, ну, клей – это и есть отношения, по сути, да. То есть, вот есть части отдельные, мама, папа там, да, и есть отношения между ними. Так вот, отношения невозможны там, где есть двое только. Почему? Потому что, ну, каждый отвечает за свою часть, да. То есть, да, любовь возникает между мужчиной и женщиной, но результатом этой любви, да, является ребенок. Вот она триада получается. Если нет отца, соответственно, женщина будет озадачена вопросами безопасности. Она не сможет уделять достаточное количество любви, включенности, внимания ребенку, потому что сама будет лишена этого, да. И мы сейчас говорим вот внимательно, да, не про физические вещи, да, там, мама, папа, ребенок. Это, конечно же, вот эта структура, это про в голове, да, в психике, в структуре личности. Ну, я к тому, что, например, там, это не означает, что любая женщина обязана обязательно выходить замуж там. Нет, возможно, что ее структура личности целостная, да, у нее там внутри есть и мама, и папа, и ребенок. Опять-таки, мы не пытаемся судить о людях с точки зрения фасада, да, мы говорим о глубинных процессах. Вот, но в глубине это должно выглядеть так, то есть должна быть триада. И тогда между ними запускаются вот эти вот отношения. Они возможны, это здоровый процесс, и тогда они превращаются вот в это самое целое. А зачем нам нужно целое? А только целое может утилизировать, да. То есть нам же важно не просто достать этот рисунок из бессознательного и осознать его. Мало осознать. Допустим, я осознала, что мне надо простить. Кого простить? То есть осознала, что нужно простить, но простить не могу, да, не могу. То есть получается, что осознанность – это 50% успеха. Но это не полный успех еще, да. Это нас не доведет до конечного результата. А еще нам нужно это пережить, да, пережить, утилизировать вот эти вот чувства, да, которые являются законсервированными, которые являются непереваренными, да. Которые создают нам массу проблем, да. Именно вот по этой причине мы и не достигаем своих целей. А чтобы утилизировать, нам нужна группа, я вам говорила. То есть диада, она не может утилизировать вот это вот сложное образование, да, непереваренных чувств. Для этого нужна триада. Получается, что без рамки невозможно создать триады. Поэтому это вот прямые такие функции и цели групповой психотерапии, психоаналитической или группового психоанализа. Про рамки я вам говорю, да, что это такое, зачем они нужны. Далее мы говорим последнее, да, на сегодня это то, что рамки, они являются безопасностью. Причем, ну, реально безопасностью для каждого участника в отдельности, для группы в целом и для ведущего в том числе, да. То есть как только начинаются нарушения правил, то это означает, что в этом месте, ну, тот, кто это делает, соответственно, он становится, он себя помещает в не очень безопасные условия, да. Соответственно, помещая себя в не очень безопасные условия, конечно же, это отражается и на группе в целом, да. Ну, в группе могут там определенные настроения появиться, группа это может ранить, у группы может возникнуть ощущение небезопасности, да, если кто-то нарушает эту безопасность систематически, да. То есть это всегда влечет за собой ряд последствий. Но при этом, конечно же, мы с вами помним о том, что нету таких групп, где правила не нарушаются. И это тоже является, ну, определенным видом групповой динамики и таких глубоких процессов, да, о которых будем уже в следующий раз говорить. Вот, ну, в целом они подразделяются, скажем так, на тех участников, кто вот так вот держится за эти правила и контролирует каждого участника, что надо, надо, надо правила соблюдать. И есть такие участники, которые изначально, вот он мимо ушей пропустил эти правила, а дальше он живет так, как ему хочется жить, и он все время нарушает правила, потому что он, ну, так живет, да, он не знает, зачем ему эти правила нужны. Вот два вида участников возможны, да. В следующий раз разберем, ну, скажем так, их движение в рамках группы, к чему это все дело нас приводит. Ну, это я просто как пример, чтобы вы понимали, что правила, конечно же, ну, нет таких групп, в которых правила не нарушаются. Вот, ну, и это, скажем так, материал для работы, да, вот, для нас, для ведущих. Материал для работы. И относительно нарушения правил, ну, здесь, конечно же, как сказать, насколько вас хватит в плане того, чтобы их держать. Потому что здесь все методы хороши, потому что одно дело, когда мы сели тут теоретически с вами, поразмышляли на какие-то темы, понимаете, и совершенно другое дело, когда вы сядете в группу, и вы поймете, что это очень непросто, даже будучи ведущим, держать эти правила. Потому что, конечно же, это будет вызывать определенную степень групповой агрессии, вам нужно уметь с этим справляться. Это сложно, это тяжелая работа. Вот, но, наверное, вот у меня есть, например, такое безоговорочное правило, что я просто категорически не разрешаю, например, участникам... Я работаю онлайн, еще раз, да, если вы работаете в очном формате, вам, конечно, легче, естественно. Так вот, в формате в онлайн сложнее, потому что мы не сидим в одной аудитории, и каждый, что хочет, там, то и делает. Вот, я запрещаю, запрещаю категорически находиться в движении за рулем, да, То есть, я сразу говорю о том, что, пожалуйста, выходим, да, то есть, потому что это дорога, потому что там может произойти все, что угодно, и мне вот эти инциденты на группе совершенно не нужны. То есть, пока вы на дороге, пожалуйста, выходите из группы, как только доберетесь до безопасного места, или хотя бы остановитесь в машине в безопасном месте, пожалуйста, подключайтесь, да. Это я свои, у вас свои будут, да, потому что я вам базу обозначила, а дальше вы уже смотрите, на что вы больше обращаете внимание, там, на что меньше, исходя, опять-таки, из своего опыта, исходя из супервизии, исходя из своих внутренних ресурсов, возможностей, да, с этим соприкасаться. Это творческий метод, да, тут очень много творчества, искусства, да, такого вот. Вот, поэтому здесь есть вариация, да, каждый будет вырабатывать свой собственный стиль на фоне вот этого каркаса, который я вам обозначила сейчас. Вот, и что еще я прям строго-настрого запрещаю, еще что-то хотела вам сказать. Сейчас вот вылетело из головы. Ну, бывает, да, мы помним о том, что одного психотика мы можем посадить в группу, и если он выходит из-под контроля, прям, ну, сильно выходит из-под контроля, или это что-то связано с какими-то техническими моментами, да, что, там, не знаю, шум, треск, там, еще что-то, и это мешает работе группы до невыносимости, да, то есть мы не можем работать, продолжать в таком формате вообще никак. Или, ну, вот какие-то такие вот сильно вторгающиеся моменты, да, которые парализуют полностью работы группы. Были у меня такие случаи, то я тогда подключаю технического специалиста. Ну, вот вы тоже должны знать, да, если вы будете, допустим, самостоятельно административную часть организовывать, если вы будете работать онлайн, то имейте в виду, что, ну, вот какая-то подстраховка вам нужна. Либо вы тогда должны иметь сами такие функции, выключить одного из участников, да, заблокировать ему вход, допустим, на эту встречу, да, вот прямо сейчас имеется в виду, чтобы у вас, как у ведущего, были такие права, и вы знали, как это сделать в любой момент, да, должны быть подготовлены. Либо вот у меня есть технический специалист, кому я тут же пишу и говорю, что такого-то участника срочно надо удалить из группы, потому что он вышел из-под контроля совсем. И он, это не про какие-то непереносимые чувства в рамках терапии, да, это имеется в виду про какие-то вторжения в группу, которые сильно парализуют группу. Ну, например, такой шум появляется, что, ну, вообще просто, ну, мы друг друга не слышим вообще. И достучаться до участника невозможно. Он, может быть, не слышит, у него связь плохая или еще что-то, да. То есть, вот, чтобы вы не встряли с этим, да, на все полтора часа, да, в этом ужасе, то я выключаю просто. Ну, у меня был один такой случай только, ну, вот такой показательный. Ну, опция у меня хотя бы такая есть, да. Вот. Это вот мои такие жесткие моменты. Ну, а все остальное, там вариации. Когда начинается какое-то отреагирование, ну, просто иногда у участников это принципиальная позиция. Ты хоть обговорись, но он все равно будет это делать. Например, пить чай. И все. Он говорит, а мне пофигу, я буду пить чай. Все. И что вы со мной сделаете? Ну, приходится, как бы, да, испытывать в этом месте печаль, беспомощность и так далее. Но мы осознанно держим на этом фокус, да, потому что мы помним о том, что, конечно же, это не просто так все происходит. Это не просто так. Ну, и так далее, да. То есть вот, ну, как бы дальше в деталях уже я говорила, что будем каждое правило разбирать поподробнее, да, с примерами, как это работает, на что стоит вам обратить внимание. Но уже на следующей встрече через неделю в наше время. Мы с вами будем работать до конца июля, да. То есть у нас впереди с вами май, июнь, июль еще будем работать. Каждую неделю встречи продолжаем. И в августе мы с вами отдыхаем, в сентябре будем продолжать. И я вообще настроена серьезно вас учить дальше, да, поэтому вы, пожалуйста, настраивайтесь открывать группы, потому что все, что вам необходимо, вы сейчас получаете для этого. Вот, все. На сегодня тогда я буду заканчивать. Вопросов у вас сегодня нет удивительным образом. Может быть, еще отдыхаете после майских каникул. Ну, если вдруг появятся, пишите мне тогда в директ. Я сейчас контакты свои оставлю, и будем их разбирать на нашей встрече через неделю. Спасибо вам большое за вечер, за то, что сегодня со мной. Я уже поняла, что все серьезно. Да, очень серьезно. Дальше больше будете понимать в процессе своей групповой личной психотерапии. До встречи через неделю. Пока-пока.